Женщины, давшие шанс криповому типу. Чем всё закончилось? Быть магнитом для кринжовых мужиков – моё всё. Первое. Познакомились с парнем в парке. Я сразу поняла, что не очень хочу знакомиться, но была слишком молода, чтобы деликатно отшить. Наплела про себя всякого, мол, зовут меня Алина, на самом деле нет. Учусь в местном универе, на экономе, совсем не близко. Ну и левый номер, конечно же. Спустя неделю данный персонаж начал атаковать университетские паблики и искать меня. После десятка сообщений от знакомых пришлось написать и уже отшить жёстче. Вишенкой на торте стала встреча с ним на выходе из универа. Стоит такой с цветами. Пришлось вернуться в корпус и выйти через другой выход. Второе. Познакомилась с парнем в интернете. Общались нечасто, но довольно продолжительное время. Вечер пятницы. У меня сорвалась встреча с друзьями. Сижу грущу, тут пишет этот парень, мол, как дела? Я рассказала и он попросился в гости. Было немного крипово, так как обычно я стараюсь в первый раз встретиться на нейтральной территории. Согласиться на его приезд ко мне было тупейшим решением. Меня сразу оттолкнула его внешность. Неухоженный парень с запахом изо рта, жидкой бородой и огромной залысиной. Ладно, подумала я, парень не выбирал себе залысиной и жидкую бороду. В конце концов, я же не собираюсь встречаться с ним. Убеждал меня внутренний голос. Мы ужинали, он странно шутил, я старалась поддерживать разговор. Мы залипли в кино и тут он решил подсесть ко мне поближе. И через какое-то время, минут 5-7, меня поразил ужасный запах. Он пёрнул, сидя рядом со мной. Он смотрел на меня щенячьими глазами и улыбался. А я охуела. Вышла, сославшись на звонок, а вернувшись, предложила ему уйти, мол, устала проспать. Он давая ныть, что живёт на другом конце города и давая уговаривать остаться у меня. Все мои просьбы уйти пропускал мимо ушей. В итоге я уснула на диване, а проснулась, потому что он начал меня целовать. В итоге мне удалось выставить его за дверь. В дальнейшем он ещё пытался писать и звонить с левых номеров, но домой, к счастью, не заявлялся. После расставания решил вернуть девушку стихом о нас. Встречались полтора года. Написал его на чёрной бумаге белой ручкой, а подруга художника оформила красивейшую рамку по периметру листа. Положил письмо в конверт, купил букет, пришёл к ней, а в лифте уронил конверт с письмом в полозья, по которым двери закрываются. Конверт испачкался и порвался, письмо тоже чуток пострадало, но я всё же вручил как есть. В общем, мы посидели, поржали, поговорили и больше не виделись уже лет 15. Будьте нормальными. Не совсем криповый изначально был, но встречалась с парнем, который не умел пить, а когда напивался, вёл себя агрессивно. Бросила после случая, когда писал мне в 3 плюс-минус часа ночи, когда я спала, и из-за того, что не отвечала, начал писать угрозы о том, как изобьёт меня, как найдёт утром и кучу оскорблений. И после расставания преследовала, угрожал столкнуть под машину. Фоткал тайно, мол, я тебя вижу, бойся. Самое смешное, что были те, кто считал, что я обязана была не бросать его и помочь с его болезнью. Ага, пошёл нахер. Мы встречались всего пару месяцев, и такое счастье мне не нужно. Не хватало ещё оказаться в криминальных сводках. Блин, у меня целая коллекция свиданий с криповыми типами, но больше всего запомнился тот, что пришёл на набережную с тортом и двумя ложками. Это было даже мило, если бы я не была такой брезгливой и не отказалась есть ложкой, которую достали чёрт пойми откуда. Беседа особо не задалась, у нас не совпали интересы. Я, попрощавшись, пошла домой. И он пошёл следом. Через минут 30 он подошёл ко мне и попытался взять меня за руку. А когда я её отдёрнула, разозлился и заявил, что пары обычно ходят, взявшись за руки. И он не просто так тащил из дома торт. Благо, мне на этом моменте позвонили, и я попросила вызвать мне такси. Видимо, действовать дальше он испугался, потому что мы стояли на людной улице и уже привлекли много внимания. Уже дома я увидела кучу сообщений о том, что он разочарован во мне. И я, по его словам, такая же, как все. Когда мне было 20, мы жили с моим парнем. Сначала всё было хорошо, но потом он начал пить. Один раз он порезал при мне свою руку. Порез был глубокий, он пролежал в больнице неделю. Его родственники считали, что это я его порезала. Я решила с ним расстаться, но мне было его жалко. А зря. Потому что потом он пытался меня задушить и бегал за мной с ножом. Когда я ушла, он зачем-то заявился к моей бабушке и сказал, весь ваш род будет проклят. Закончилось. Он постоянно угрожал мне. Он плакал, говорил, какая я хорошая, получая в очередной раз отказ. Но он снова угрожал. Даже когда он ушёл в армию, он и оттуда мне угрожал. Сейчас прошло уже много лет, он женился, у него ребёнок, но всё равно периодически он появляется в какой-нибудь соцсети и предлагает встретиться. Я его блочу. Да, и обращения в полицию не помогали. Мне говорили что-то типа из разряда «нет тела, нет дела». Я познакомилась в дайвинчике с парнем. Тогда я ещё не встречала криповых типов и не умела их идентифицировать. В общем, он оказался не особо симпатичным. Прыщавым, с длинными неухоженными волосами и кривой осанкой. Мы болтали и гуляли вместе. У нас нашлись общие интересы в сфере программирования. Да и его опыт был довольно большим. Мне было интересно его слушать. Но исходя из его ужасной неухоженности, последнее, что я бы хотела, это встречаться с ним. О чём сразу же и сказала. Он вроде как согласился. Но на самом деле, нифига. Каждую нашу встречу он заливал мне, что он одинок и несчастен. Я ему предлагала найти друзей. Но он одно. Мне не нужны друзья, мне нужна девушка. Я говорю, но я с тобой встречаться не буду. И так по новой. На прощание я всегда обнимаюсь, но он во время стандартных обнимашек, которые я бы назвала натянутыми. Лез с поцелуем. Я еле увернула губы, и он пришёлся на щёку. После я опять напомнила, что не хочу с ним встречаться. Кроме всего прочего, неухоженной внешности, отсутствия друзей, непонимания слова «нет», он ещё и страдал анорексией. Он мог по несколько дней ничего не есть, пока не свалится в голодном обмороке. Притом, он ещё с такой гордостью это рассказывал, будто какое-то достижение. Ещё у него была какая-то мутная история с бывшей девушкой. Типа она ему изменила, в чём я уже сомневаюсь. И он ей отомстил, взломав её страницу, выложив материалы, из-за которых её выгнали из института. О чём он тоже рассказывал с большой гордостью. К тому моменту я уже поняла, что лучше с ним не связываться. Но была проблема с тем, что у меня была парочка его плат «Ардуино». И он угощал меня пару раз. Я попыталась с ним разойтись по-хорошему. Но он закатил истерику, угрожал самовыпилом. Я чуть ли не пересралась от страха. А на следующий день он написал, как ни в чём не бывало. Тогда я решила уйти по-тихому. В общем, я угостила его в ответ на наши очередные встречи и вернула платы. Потом мы разошлись, и я заблочила его в соцсети. Он написал с фейка. Я сказала, что не хочу больше общаться, и заблочила фейк. Он с другого. В общем, у него было пять фейков. Плюс написала его сестра. Такая же отбитая на голову. Если это правда была сестра. Сказала, что вот он опять жрать не будет. В прошлый раз после его расставания мы еле его откачали. Я заблочила и её тоже. Но это попало в беседу моего проекта. Ссылка была в моей группе. И начала при всех поливать меня грязью. Мои за меня вступились. Эту дуру я исключила. Но я всё ещё боялась взлома и мести. Поэтому пришлось сменить страницу и поставить на новый двухэтапную аутентификацию. Да и то меня параноило несколько месяцев. Нафиг таких парней. В 16 я встречалась с парнем, который был на 6 лет старше меня. Меня не смущала разница в возрасте. И он меня очень любил. Уделял много внимания и так далее. Но был в некотором роде раздолбаем. Позже, когда я поняла, что это не тот человек, с кем мне хотелось бы и дальше встречаться, начался трэш. Он постоянно написывал мне, следил за мной возле моей школы и у дома. Спрашивал у подруг, где я нахожусь. Манипулировал тем, что спрыгнет с моста в реку или закинется таблетками. Такое и вправду было. В конце концов, мне удалось разойтись с ним практически мирно. Хорошо, что после школы я уехала очень далеко от своего родного города. Потому что, будь я ближе, он мог бы поехать следом за мной и продолжить преследовать. Мы давно не общаемся. Надеюсь, за эти годы он вырос и поумнел. Мой бывший приходил ко мне домой два раза. Пытался добавиться в друзья во многих соцсетях, потому что хотел меня вернуть. Было очень стрёмно. Теперь мне просто порой страшно домой возвращаться. Криповый тип долго мимикрировал под безобидного домашнего задрота. И потому я дала ему шанс. Меня только напрягло, что он следил за мной полгода перед тем, как познакомиться. И изучил все мои интересы на странице в соцсетях. Увы, впоследствии оказался манипулятором и нарциссом. Изводил меня упрёками, ревностью и контролировал. Когда я бросила его и заблокировала, долго угрожал, выслеживал, создавал фейки в соцсетях и писал всякие гадости. Или однотипные вопросы по типу, почему ты так поступила. Прошло много лет, а мне до сих пор иногда приходят странные сообщения с его фейков. Хорошо, что я уехала жить в другую страну, и он тут меня не достанет. Это был друг детства. После одного случая мы перестали общаться. Когда я пришла в парикмахерскую, по счастливой случайности встретила его там. Он смотрел на меня со злостью, но я не придала этому значения. Ссылаясь, что он обижен на меня. Когда я уже шла домой, то заметила, что он идёт за мной. Я ускорила шаг, и он тоже. Я успела добежать до подъезда, но ключи от домофона никак не хотели работать и открывать дверь. Он догнал меня, грубо схватил за шею и начал душить. Так длилось минут пять, пока я не начала терять сознание, и он отпустил меня. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok